Всем привет! Я Наталья Бакаевская. В Москве продолжается лето, а мы продолжаем делиться полезными лайфхаками из мира банковской розницы. Многие банки рекламируют минимальный набор документов для получения кредита. И действительно, например, в Азиатско-Тикоокеанском банке кредит наличными можно получить только по паспорту. Но общая логика такова, что чем лучше заемщик подтверждает свой доход, тем надежнее он для банка, а это означает снижение процентной ставки и больший размер кредита. Вот и поговорим о том, как лучше всего показать кредитной организации, какие у вас источники дохода. Банки готовы рассмотреть разные справки от известной 2НДФЛ до справок по форме банка, по форме работодателя или просто о заявленном доходе. У всех свои особенности. Первое и самое предпочтительное – это справка 2НДФЛ. НДФЛ расшифровывается как налог на доходы физических лиц. Получить его можно в вашей бухгалтерии. Документ содержит сведения о всех выплатах вам от работодателя, а еще информацию об удержанных налогах и вычетах. Для нас, банкиров, 2НДФЛ – отличное доказательство того, что у вас есть стабильный источник дохода. А что делать, если у вас не один, а несколько источников дохода? Тогда на помощь придет справка 3НДФЛ, который отражает все ваши доходы, а не только у конкретного работодателя. А индивидуальным предпринимателям эта справка заменяет 2НДФЛ. Правда, сначала ее нужно заверить в налоговый и только потом нести в банк. А что делать, если вы получаете зарплату, что называется, в конверте? Вопрос, насколько это легально, оставим за рамками нашего видео. Лучше расскажем, что нужно делать заемщику. В таком случае ему поможет справка по форме банка. У каждого банка она своя, но всегда содержит сведения о ваших доходах, а еще кем, где и как давно вы работаете. Заверяется она вашей организации. И в этом есть вся сложность. Руководитель не всегда может выдать такую справку, ведь тем самым он косвенно говорит о том, что компания платит серые зарплаты. Тогда можно предоставить справку по форме работодателя. Содержание у нее обычно аналогично справке по форме банка. Но вот для нас это менее надежное подтверждение вашей кредитоспособности. Проверить достоверность сведений непросто. Требуются усилия. И все равно это лучше, чем никакой справки. И, наконец, вы сами можете заявить о своем доходе. Да, вписать можно любую сумму дохода. Хоть миллион, хоть миллиард. Только в этом случае вам придется доказать, что это не плод вашей фантазии, а реальные заработанные средства. Как это сделать? Способов бесконечно множество. От копий трудовой до выписок с банковских счетов. Договоры на сдачу квартиры, если вдруг вы ее сдаете. Дивиденды от акций, проценты на депозиты. Собрать доказательную базу не так уж просто. Но если другие способы подтверждения недоступны, то справка о заявленном доходе ваш последний шанс. Но помимо справок важную роль играет ваша кредитная история. О ней поговорим в следующий раз. А если у вас остались вопросы с оформлением кредита, приходите в гости в наше отделение, обращайтесь на горячую линию. Вас обязательно проконсультируют и подберут продукт именно для вас. Всем удачи, Наталья Бакаевская.